здравствуйте дамы и господа мы продолжаем видеоотчет о таком вот портрете в качестве примера для тех кому это может быть по каким-либо причинам полезно не потому что считаю его идеальным или каким-то сверх хорошим но потому что он на мой взгляд как раз именно в силу своих недостатков является вполне себе рабочим до портретом и поэтому вполне может отражать какую тут ситуацию в том числе и учебную ну и напоминаю что наши ролики посвященные портрету как в рисунке так и в живописи они предполагают уже уровень людей занимающихся академическим рисунком и живописью несколько лет и успешно освоивших освоивших период натюрмортов и все что этому предшествует гипсовых голов то перед этим натюрмортов и соответственно более простых вещей то у нас сейчас просто некоторая путаница возникает да и люди совершенно искренне не знаю что у нас все разрушу разложено по плейлистам заходит на наш канал он находит какие-то видео по портрету и абсолютно чистосердечно пытается сразу учиться рисовать портрет не зная что существует все таки определенная последовательность да и которая в общем-то неспроста придумана тем более что в общем-то в нашей студии мы постарались вот период предшествующие освоению портрета до довольно сильно сократить все по желанию но тем не менее поэтому люди довольно быстро выходят на рисование черепов детали лица потом гипсовых голов и так далее так далее но естественно что базу надо ставить поэтому тут вариантов особо как бы нету справа вы видите фотографию данным немножко в другом ракурсе и мы в общем то несколько серий назад все у нас находится в этом же плейлисте да если вы увидели случайно ролик отдельно вне плейлиста то можно зайти на сам канал да и посмотреть там и все разложено по соответственно по плейлистам по таким папочкам да и по соответствующим темам и есть отдельные у нас ролики которые вышли где-то недели наверное три назад по программе да по программе несколько роликов где более подробно чем обычно рассказывается о программе учения да она достаточно банально но тем не менее прошу любить и жаловать и так что сейчас происходит мы уточняем пятна основные да и напоминаю да что если мы занимаемся живопись это мы видим мир как бы состоящим из пятен и вот для того чтобы эту мысль принять потому что понимаете как можно покивать но на самом деле ничего не ничего не понять покивать но не осознать так вот дело в том что с одной стороны мы когда занимаемся рисунком мы стараемся вначале пробить момент видения конструкции вот а затем уже тональность но когда мы занимаемся живопись это нам тем не менее с поправкой на конструкцию но тем не менее нужно воспринимать все как пятна и в каком смысле для того чтобы это лучше осознать можно сказать что-то никакого человека нет позирующего головы нет это просто набор пятен и при такой позиции если себе представить хорошенько ты наконец-то начинаешь эти пятна замечать но и естественно как это обычно и бывает очень хорошо помогает расфокусированно посмотреть и как на работу так и на натуру и сравнить их мы стремимся к тому что если мы верно взяли пятна то собственно говоря они должны по похоже быть основные пятна светлого и темного на работе натуре дальний глаз кстати вылетает он в течение следующих серий будет правиться так он в конечном итоге и останется на самом деле не удовлетворительном но не вполне себе хорошим а сейчас видно что он прям подскочивший вот такие бывают собственно говоря нюансы проколы и так что происходит да происходит уточнение пятен на все сравниваем между собой пятен больших и меньших то есть вначале мы просто работаем большими пятнами а вот потом мы как бы доходим до меньших пятен но на самом деле надо понимать что мы этими меньшими пятнами мы собственно говоря большие пятна и уточняем такая вот зависимости его достаточно хорошо стараться как-то обмыслить до внутренней и где-то у нас этот портрет он занял наверное сеансов может быть 6 7 я честно говоря уже не помню но дело в том что мы сеансы у нас по три академических часа были а ролики я стараюсь последнее время там в порядка в двадцати минуту все-таки укладываться потому что это мнение у нас здесь зрители разделились да поэтому нужно очень понимать что это может там один из первых там двух первых трех может сейчас второй или третий сеанс наверно скорее всего идет вот мы начали от пятен да и пятнами же и продолжаем работать вот в этом плане если но возникает тогда вопрос конечно а как же глаз допустим да как же нос ну а в общем то тоже понимаете тебе не обязательно думать о них как о глазе и а носе вот ты можешь продолжать думать о них как о пятнах если пятна более-менее верно взял дату они соответственно глаз как глаз и как но зрителям и идентифицируются ну во всяком случае этот момент он важный потому что мы привыкли мыслить смыслами до смысловыми какие-то составляющие а нужно все-таки иногда и от них уходить чтобы остальное тоже включалось и параллельно мы немножко работаем с цветом до в разные стороны но к сожалению должен сказать что в разных режимах я пробовал в любом случае цвет который на видеозаписи он немного в ту или иную сторону как не записываю все время разный да даже при каких-то любых там балансов белого и так далее он может дает суетет каких-то явных там косяков но тем не менее в целом от явной неадекватности да но в целом темнее цвет другой ну плюс еще есть поправка на монитор поэтому тут скорее мы можем говорить о какой-то общей теплой гамме и о том что в первую очередь конечно нужно все равно воспринимать как приоритетную эту работу с тоном этот момент очень важный потому что на мой взгляд он как бы остается недоосознанным чем он может быть недоосознан в течение многих лет да потому что у нас ассоциации другие возникают на 100 то есть мы ну тонн это когда лучше такое уныло и делать карандашом или там тонн это бесцветное нет а тонн это смысл то не в этом ведь да а в том чтобы стараться разобраться со соотношениями более темного и более светлого кого быть кто кого насколько темнее и светлее и в этом плане конечно очень хорошо больше смотреть вот кухню больше смотреть работ в какой-то такой вот промежуточной стадии коротких по исполнению в том числе этюдов причем и современных художников до желательно смотреть кухню на кроме если говорить об обучении то реалистических и побольше смотрите чудов в том числе и чудов и старых художников да можно там и французской школы очень хорошо кого-то посмотреть корова например то есть такие работа где цельная цельная общее берется до со временем я помню что у меня очень много дал дамье да дамья нары дамье есть такой кстати в тему наверно борода да она не только у нас средневековым ассоциируется но и где тут середины второй половины девятнадцатого века и вот она рядом еда знаменитый французский карикатурист если можно так сказать но карикатурист девятнадцатого века да и он помимо таких вещей у него есть работы собственно живописные чем те что я видел они как раз отличаются незавершенностью такой да никак краткие и в свое время очень много дало потому что они короткие да такие непроработанные но тем не менее там очень много чего взято и взято очень сильно так поэтому какие-то качества понимаете то есть у нас на самом деле не так быстро обычно включаются именно вот на стадии взятия больших соотношений поэтому нам надо на эту тему как раз нужно и запариться можно так сказать очень сильно но и вот что то мы меняем потихонечку по тону туда-сюда до в принципе наверно справедливо было бы смотреть все это в ускоренной перемотке ускорен воспроизведение точнее и меняем немножко по цвету но в первую очередь конечно гоняем на тональность вот но надо понимать что когда мы гоняем тональность у нас возникает среди больших пятен все равно более мелкие а у них тоже есть своя конфигурация которые не занимают поэтому это получается и все равно в том числе и рисунок да то есть если мы даже материал у нас живописный но тем не менее если мы применительно к портрету да к фигуре человека ведем речь то в любом случае это рисунок просто рисунок он не только линейный да но и пятновой но с другой стороны опять же пятновой что значит пятна вывить каждого пятна есть границы на это тоже фактически почти что линейный рисунок она если представить себе эти границы 5 каждое пятно она как-то где-то четкая где-то наоборот размытая это в общем тоже по-своему рисунок поэтому мне кажется что вот мы какие-то такие более длительные занят задания рассматриваем на самом деле там вот начале нашего цикла по портрету там есть такие короткие тюды там где-то на полчаса на 40 минут чуть дольше небольшие портретики вот их задача как раз показать алгоритм схватывания общего довольно часто зрители нашего канала они вот на тех роликах оставляют комментарии по типу там о там это похоже это не похоже или там а вы с натурой рисуете листой фотографии что покреплена в углу или у вас там щека больше волосами закрыта это грубая ошибка но короче говоря ерунду всякую пишет вот а на самом мире смысл то не в том чтобы продемонстрировать зрителю сходство и вообще надо уйти от того момента что там этот только сходство потому что ну купи себе фотоаппарат распечатали на холсте портрет это все-таки не работа не имитация фотоаппарата дать ухты как живой то в том числе на самом деле немножко немножко другие так вот для нас в учебном плане важен алгоритм последовательность как вести и вот как раз те короткие ролики которые у нас выложены в начале нашего плейлиста они нам показывают просто некую квинтэссенцию а дальше в более длительных просто тот же самый принцип он развивается как берутся основные соотношения вот этюдного и на и на стадии этюдный да а затем просто но они немножко моделируются прописывается по сути то же самое чем отличается более длительная работа от более чудо на не тем что мы берем этюд и туда навешиваем детали нет мы также продолжаем вести и и как и тут то есть брать основные соотношения до детали видите тут на самом детали это пока немного до таких но мы можем просто это позволит себе делать дольше большие соотношения мазать и перемазать этот момент важен и по сути видите что вот что происходит да вот эти пятна они немножечко меняются туда-сюда темнеет светлеет потрясаются потихонечку кисть у нас если я правильно вижу она честно я не вижу тут она это довольно широко раскрыта да где-то у меня сейчас на сантиметров учитывая что это все в пинакле да наверно сантиметров 15 у меня по высоте до сантиметров ты чуть ли не 30 в длину да но тем не менее непонятно но в любом случае это либо у нас скорее всего синтетика круглая до порядка пятерочки вот либо это может быть колонок пятерка либо вполне себе это могло бы быть щетинка плоская например шириной ну там допустим два сантиметра да но желательно подлиннее если есть возможность выбирать ворс ведь этот длинные все-таки очень удобно круглая кисть с достаточно длинным ворсом по отношению к своей ширине да но конечно это не столь важное тоже дело десятое в каком смысле можно сказать что это как такой под грубо говоря торгуемся да в плане темного и светлого кого-то потемнить посветлить потемнить посветлить как бы смотрим там а если вот так вот потому что и же тоже светлых пятен видите несколько у нас да там верху баба там над бровями нос вот под глазами мешки да там ближе к носу маленькие пятачки потом над усами до светлый кусок и они все похожи от их на друг относительно другого трясти и у них есть соперники такие это светлые пятна которые на самом деле не очень свет это вот на щеке я внизу вот там где нижняя челюсть до справа это над подбородком два пятна до это шея который сейчас выглядит как светлая на самом деле ведь а наши тени да все еще можно темнить и от нижняя часть ухода так вот получается что конечно нам снова нужно воспринимать важную вещь которую мы тренируем на начальных этапах там рисование гипсовых голов и так далее что светлые места на светах и светлыми на места в тени это не одно и то же ну понятная мысль но ее нужно на практике как бы применить да на самом деле понимаете какая штука вот все что мы с вами тренируем на начальных наших каких-то этапах это в цикле введения по рисунку потом начало цикла портрет это там гипсовый голову у нас тоже надо много нарисовать все вот эти моменты которые мы тренируем они на самом деле достаточно простые все одни и те же и и направлены они естественно не на изображение предметов да а на изображение как раз таки портрет и фигуры человека поэтому мы тогда какие-то вещи провозглашали да сейчас дошли до портрета как бы да условно если например представить что вы двигаетесь по программе да по нашим роликам то вот снова те же самые моменты актуальны почему ну потому что не потому что мы остаемся на примитивном уровне потому что мы сразу когда рисовали как бы примитивные в кавычках задания мы на самом деле сразу прорабатывали то что будет актуально потом то есть на самом деле вещи над которыми работаем они одни и те же достаточно простые натура меняется усложняется а вещи которыми работаем они но они десятками лет могут быть одни и те же то что это основные да на ерунду и незачем отвлекаться на всякие частности чего здесь не видно это того что все-таки надо отходить да вот наш портретируемый на самом деле в кольчуге сидел вот у нас так примерно выглядит наш портрет как-то темновато немножко да она видела слишком мажорно здесь слишком сдержанно при разной выдержке сейчас будут наши группы да вот эта группа где мы соответственно склад у нас полезной информации а это где мы помогаем другу советом да на безвозмездной основе прошу любить и жаловать и это мои координаты да если вас какие то есть вопросы всего вам доброго хороших вам живописи и спасибо за внимание